Здравствуйте! Меня зовут Самойленко Наталья. Слых сюжетов я обещала рассказать о сортах черной сосны. Уже работая над этим роликом, я пожалела о своем скоропалительном решении. Тогда мне казалось, что может быть проще. Формат уже отработан, хит-парад. Возьму 5 или 10 наиболее интересных сортов и расскажу о достоинствах и недостатках. Но приступив к подготовке сюжета, стало понятно, что хит-парад будет неуместен. И это не потому, что сортов мало. На сегодняшний день сортов где-то порядка 40. Но, правда, они очень похожи друг на друга. То есть одни шарики, другие вертикальные. В крайнем случае пирамидки. И найти 10 сортов, не похожих друг на друга, очень сложно. Поэтому я просто расскажу о сортах черной сосны, которые лично мне нравятся. К примеру, мой любимейший сорт Грин Тауэр. Зеленая башня. Сорт был найден в Германии в конце 90-х годов и с тех пор является одним из самых популярных. Согласитесь, его внешний вид впечатляет. 2-2,5 метра в высоту, не более 50 сантиметров в ширину. Ежегодный прирост 20-30 сантиметров. Ну, чем не красавица. Особенно, если у вас немного места. А хочется, ой, как много всего. Боковые ветви плотно прижаты к стволу. Что помогает противостоять мокрому снегу и ледяному дождю, который в последние годы часто случается в Московской области. Грин Тауэр словно восклицательный знак в саду, привлекающий внимание зрителя. Еще один сорт, о котором отдельно просили рассказать, хотя ничего такого сверхъестественного в нем нет. Это Пирамидалис. Сорт был найден где-то в 1955 году. Маленьким, маленьким назвать его сложно. Знатоки утверждают, что Пирамидалис может достигать 7-8 метров в высоту. Правда, я выше 4 метров никогда не видела. Если у зеленой башни хвоя темно-зеленого цвета, то Пирамидалис имеет слегка сизоватую хвою. Пожалуй, это единственное такое принципиальное отличие. Окраска хвои и большие размеры. Еще один сорт, ну, наверное, безусловно, Хельга, заслуживает упоминания в нашем сюжете. И это не потому, что это скандинавское имя, которое обозначает святой или благословенный. И даже не потому, что в русском эквиваленте этот сорт можно было бы назвать Ольга. А потому, что это медленно растущая форма черной сосны шаровидной кроны. К 10 годам ее высота не превышает 1 метра. А вот к 20-30 хельга похожа на гигантский 2-метровый шарик. Но это не главное. Изюминкой и отличительной чертой этого сорта можно считать светлые почки. На фоне темно-зеленой хвои почки кажутся почти белыми. Еще один сорт, заслуживающий отдельного упоминания, это Пинус негрокомет. То есть комета. И действительно, длинные темно-зеленые иглы украшают ветки, расположенные параллельно стволу. Кажется, что перед вами ракета, летящая к далеким загадочным мирам. Ну и последний сорт, о котором пойдет речь, это Глобоза Веридис. Вообще, этот сорт заслуживает отдельного сюжета. Сейчас расскажу почему. Ну, во-первых, она красавица. Посмотрите, шаровидная крона, длинная иголка, делает эту сосну привлекательной и желанной для любого садовода. К 10 годам ее высота не превысит метра 30. Годовой прирост составит от 7 до 10 сантиметров. Ну, естественно, что после 10-летнего возраста он замедлится. Очень красивая эта сосна во время активного роста. Светло-зеленые иголки хорошо контрастируют на фоне темно-зеленой взрослой хвои. Вторая причина моего внимания к этому сорту заключается в ее идентификации. Заядлые садоводы и коллекционеры еще помнят, что еще лет 10-15 назад эта сосна продавалась как Пинус Нигра Глобоза Веридис. То есть, как сосна черная. Но потом вдруг, последние лет 5-7, в прайс-листах этот сорт поменял родителей и стал продаваться как Пинус Сильвестрис. То есть, как сосна обыкновенная. Первое, что приходит в голову, это обычная пересортица. Но вспомните, как дело обстоит с можжевельниками. Как только сорт вызывает какие-то сомнения или трудности с агротехникой, его сразу стремятся отнести к китайским или средним можжевельникам. Ну, не любят у нас китайцы. Но здесь вопрос принципиальный. Агротехника черной обыкновенной сосны принципиально разная. Сосна обыкновенная очень пластична. Она растет на почвах с различным PH. И зимостойкость ее, согласитесь, на порядок выше, чем у черной. Так кто же такая глобоза веритис? Ну, впервые этот сорт был обнаружен в Германии в конце 90-х годов. Его тут же определили, как сорт черной сосны. Длинная иголка, черная узкая почка, все говорит в пользу Пинус Нигра. Но впоследствии у производителей и садоводов появилось сомнение. А точно ли перед нами черная сосна? Скорее всего, на самом деле, это спонтанный гибрид между сильвестрис и нигра. Внешний вид, как у черной, а вот предпочтение к освещению и кислотности почвы ближе к сильвестрис. Но так как садовод подбирает место посадки, основываясь на виде, то правильнее писать было сильвестрис, а не нигра, чтобы не вводить покупателя в заблуждение. Ну, если в общем говорить о сортах, то если бы мне пришлось себе выбирать какую-нибудь сорт Пинус Нигра, хотя я честно скажу, я стараюсь их избегать, то это были бы исключительно сорта с узкой фастегиатной кроной. Почему? Объяснение очень простое. Если мне нужна будет карликовая шаровидная сосна, то я, скорее всего, выберу что-нибудь из горных сосен. А вот если им нужна узкая вертикаль, и причем это должна быть не туя, то тут выбор не так уж велик. Несмотря на то, что на рынке есть сорта обыкновенной сосны с такой узкой кроной, у черной сосны при правильной посадке шансов гораздо больше. Даже несмотря на то, что она проигрывает по морозостойкости. Напомню вам, что черная сосна предпочитает слабо щелочной, а не кислый грунт, и ей нужно открытое солнце. Ну, на канале есть целый сюжет, посвященный агротехнике этой красавицы. Извините за короткий сюжет. Действительно, у черной сосны не так много сортов, но мы обещаем исправиться и компенсировать это рассказами о сортах горной сосны. У нее сортов много, и все они безумно интересные. А на этом все. Оставайтесь на канале, подписывайтесь, не забывайте ставить лайки и комментарии.